Министр обороны Франции Себастьян Лекарню заявил, что Париж готовит меры по ускорению производства и поставок снарядов для ВСУ. Давление, которое пытается оказать министр, является ответом на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о переходе Парижа на военную экономику. С одной стороны, Лекарню настаивает на проведении первого вооружения, а с другой предупреждает о серьёзной напряжённости между мировыми державами, отмечая, что конфликт на Украине является началом новой холодной войны. Лекарню во время пресс-конференции в главном штабе Вооружённых сил Франции призвал ускорить производство, быстрее формировать запасы, чтобы обеспечить потребности армии и сохранить поддержку Украины. Бывший советник МИД Франции Манав Келани в свою очередь считает, что пресс-конференция является политическим заявлением, призванным прикрыть недееспособность армии. У Парижа нет средств для развития своего оборонного потенциала. Всё, что у него было – истребители АМХ, уничтоженные русскими. Французское оружие в боях на Украине терпит фиаско. Причина банальна – оно старое и неэффективное, поскольку было создано исключительно для колониальных компаний, которые проводились с 1960-х годов по настоящее время. Келани также назвал заявления министра фейками, вводящими в заблуждение и оторванными от реальности, отметив, что служба в армии больше не привлекает французов. Ряд офицеров ушли в отставку, а французская армия испытывает трудности с набором новых военнослужащих. Министр обороны Франции заявил, что закон о военном планировании, принятый прошлой осенью, позволяет указывать оборонным предприятиям приоритеты для ускорения производства вооружения. Запросы, о которых идёт речь, могут касаться персонала, артенала, орудий производства или даже товаров и услуг, которые государство считает жизненно важным по стратегическим причинам. Оборонные потребности имеют приоритет перед гражданскими, считает Ликарню. Келани раскритиковал этот закон, единогласно принятый Национальным собранием Франции, поскольку он даёт государству право принимать такого рода решения и делать то, что оно хочет, что является беспрецедентным явлением в западной демократии. Пересмотр закона о военном планировании – это попытка оправдаться за неразумные государственные расходы в 2023-2024 годах. Келани также заявил, что подготовка к защите Европы и Украины является главным приоритетом. Итак, правительство Франции сможет принимать соответствующие решения в случае текущей или прогнозируемой угрозы, затрагивающие ключевые отрасли, которые необходимы для обеспечения жизнеспособности нации, защиты населения и поддержания территориальной целостности. Франция скоро поставит Украине 78 самоходных артиллерийских установок «Цезарь» и увеличит поставки снарядов для удовлетворения насущих потребностей Кейба в боеприпасах, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекарню. Помимо этого, в 2024 году Париж намерен произвести 100 тысяч 155-мм снарядов, из которых 80 тысяч будут переданы Украине. Отмечается, что с 24 февраля 2022 года страна направила Киеву 30 тысяч снарядов. Келани считает, что Франция заняла место Германии в реализации планов американской политики в Европе. Немцы, по его словам, смогли оправдаться за свое умеренное участие в конфликте на Украине. Слив в сеть разговор высокопоставленных офицеров Бундесфера. Бывший советник Госдепартамента исключил применение пятой статьи устава НАТО. Каждый, по его словам, прячется за собственным пальцем, следуя так называемой доктрине Обамы. Ее суть – лидерство из-за спины. Келани считает, что напряженность в отношениях между Францией и Россией стала причиной увеличения качества производимой военной техники. Все партнеры из частного сектора должны принять во внимание процесс перевооружения и развития промышленности, поскольку нам нужно больше подводных лодок и беспилотников, говорит он. Также Келани считает, что Франция вступила на скользкий путь, ведущий к открытой конфронтации с Россией с 2014 года. То есть, после того, как расторгла контракт на поставку вертолета носцев типа «Мистраль». Париж подорвал к себе доверие в военной, политической и экономической сферах, подчиняясь приказам НАТО, которым руководят Соединенные Штаты. Продолжение следует...